Всем намасте! Приветствую на своём канале. Я сейчас уже в городе своём родном, в городе Элистар, в публике Калмыкия. Предлагаю вам прогуляться вместе со мной. Сейчас я из дома, приехала на маршрутке. Так, прям кайфово, погода, конечно, жаркая, но сейчас уже вечером прохладно, хорошо. Сейчас вам покажу, там захвачу кусочек города. На самом деле я иду на стрижку волос, наконец-то. Надеюсь, меня пострибут нормально, но как бы в России, как бы наши российские поликмахеры, они хорошо стрибут, мне нравится. Вот, сейчас вам поверну камеру и покажу частичку нашего города. Здесь мы проходим, я раньше не видела, детская площадка. Такой вот. Всё для детей. Это что? Ой, как это здорово одновременно и опасно. Дети катаются. Такие маленькие. В велосипедах, наверное, тоже и на самокатах. Перформансы устраивают какие-то. ещё один. Ну, очень приятные скамейки, можно посидеть. Здесь какая-то концертная площадка, тоже её не видела. Элиста и Элста-Элста на калмыцком Элиста. Какие-то концертные программы проходят. Этоматологический центр. Здесь я как-то зуб свой лечила, помню. Какие-то новостройки. Этого всего я не видела. Хоть по тенёчку пройтись. Этот салон, куда я иду, стричься, находится в шахматном городке. Так называется СИСИЧЕС. Ещё при первом президенте, Кирсане Ильмжинове, он был построен. Он являлся, Кирсан Ильмжинов, президентом ФИБЕ. Очень увлекался шахматными, поэтому построил такой вот шахматный городок. Так хорошо, приятно идти. И вам-то ладно не понять, а как бы я после сезона дождей, конечно, мне хочется, чтобы мои кости прогрелись. Мне, наоборот, нравится. Ну вот, здесь я, получается, один круг сделаю и дальше пойду в свою парикмахерскую. Заходить внутрь не буду в следующий раз. А, здесь мы неподалёку вот жили, говорю с родителями. Здесь прошло моё детство, я помню. Даже на открытие этой ступы приходили. Какие-то вот знаменитости мировых тоже приглашали, как я помню. Давай-Лама тоже прилетал. Симпатичный тенёчек сделали. Флажки. В Калмыкии буддизм в основном. Также здесь, ну, проживает в основном национальность, как в Калмыкии. А также есть, естественно, русские, там, кавказской национальности, разные национальности. Соответственно, и религии тоже разные, христианство, мусульмане тоже есть. Ну, считается, что вот перед храмом, прежде чем заходить, нужно сделать нечётное количество кругов. Один, либо три, либо семь. Ну вот, добро пожаловать в город Шахмати сейчас. Полностью я, конечно, вам не буду его показывать. В следующий раз обязательно я ещё буду сюда возвращаться. А так покажу, где буду проходить. Элиста – это вообще город степей. Здесь в Калмыкии проживает около ста тысяч населения. Маленький город, маленькая республика. Всего три города, как городовиков с Лаганьей Элиста. Элиста – это столица. Здесь какой-то ресторан. По-моему, в этом здании, где-то там находится этот салон. Такой город коттеджного типа. Здесь, конечно, степи, степи, степи. Хочу на Верблюде прокатиться. Здесь есть какой-то, ну, такой парк развлечений. Называется Верблюжий остров. Обязательно хочу сходить, посмотреть, прокатиться на Верблюде. Уже всей семьёй хотим туда. Это вот дворец, правда, сочетание здания. Такие дома. Где-то там вот, за вот этими домами, есть центр, уже как бы главный корпус, главное здание. Раньше там, конечно, был музей. Можно было зайти, посмотреть. Сейчас уже как закрыто всё. Не функционирует, к сожалению. Да, вот в этом доме этот салон. Называется Look Beauty. Там очень хорошие отзывы. Говорят, хорошо стригут. Я уже была там несколько раз, когда приезжала, когда пребывала в Калмыкии. Наконец-то нормально постригут. Вот называется салон Look Beauty. Заходим. Здравствуйте. 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 В общем, один мастер, мастер-эсонал зовут Каллыка. Я проконсультируюсь по поводу окрашивания. Смотрите, не вижу. Чтоб меньше выпадало волос. Чтобы они не сажались. Кучки такие ёбкие стали. Так, меня постригли, мне так нравится. Наконец-то можно здесь укладывать волосы. Чёлка, знаете, на концах у меня чёлка была тяжёлая. Кончики волос тоже тяжёлые. Когда я просила в Индии профилировать слегка со всем. То, что я имела ввиду. То, что мне сегодня сильно профилировали. Чтобы кончики волос не были тяжёлыми. Не выглядели. Вот. По-колхозному, короче. У меня, короче, индейцы у них, как бы я их не критикую. Но у них другое совсем обучение. Значит, для них это профилировать чуть-чуть. Вот я даже показывала, объясняла, сколько не объясняла. Фотографии тоже. Они прям берут очень много. И получается, это не филировка лёгкая, а прям лесенка конкретная. Вот, лесенку я не хотела. Довольна я. Обновляясь тут в Калмыкии. Сейчас подружке позвонила. Её зовут Валентина, Валя. Мы с ней вместе тоже учились в Волгограде. Она доктор, кардиолог. Работает здесь в Листе, в Калмыкии. Спросить просто, как дела. Думала, назначить встречу на днях. Она говорит, что она делает сейчас маникюр совсем рядом со мной. Поэтому мы решили встретиться сейчас. Увидимся. Вот тоже познакомлю вас с подругой моей, если она захочет сниматься. Так, встретила вот свою подружку. Приветствую всех. Доктор Валентина. Сейчас пойдём. Рядом мы не виделись. Ну, три года. Года четыре прежде. Ощущение, что я её видела, ну, может быть, вместе. Практически не изменилась. Да? Внешне. Спасибо. Её молодая. Спасибо. И ты тоже похорошевшая и похудевшая. Друг другу комплименты, да? Нахвалили. Мы идём в кафе, веранда посидеть. Где можно взять? Ну, здесь как-будто удобнее, да? Давай, да. Давай здесь. Возвращение. Тот. Как плася в кафе. Доброе утро. Спасибо. Большое утро. Доброе утро. Подписывайтесь на наш канал.